Здравствуйте дорогие друзья, это проект KifoMate и с вами Валерий Гусев. Сейчас мы разберем с вами тему маркировка контейнеров. Перед вами на экране дверь грузового контейнера. Здесь виден его идентификационный номер, ID Number, код контейнера, ISO Type Code, информация о грузовместимости и грузоподъемности контейнера. Максимальный Gross Weight это максимально допустимый вес контейнера, в фунтах и килограммах. Tear это вес пустого контейнера. Net максимальная грузоподъемность, а Cube максимальная грузовместимость. ID Number состоит из префикса и серийного номера. Рассмотрим сначала префикс. Первые три буквы это код владельца контейнера. Последняя обозначает тип транспортного оборудования. В нашем случае Uniform это контейнер грузовой или Freight Container. Дальше идет серийный номер контейнера и контрольное число CheckDigit. Оно рассчитывается по специальной формуле и служит для проверки правильности информации о коде владельца и серийном номере. Ниже вы видите код контейнера, который состоит из четырех символов. Первые два это Size Code, вторые Type Code. Глядя на первые два символа, вы сможете понять габаритные размеры контейнера. Первый символ говорит о длине контейнера, второй о его высоте и ширине, третий и четвертый о типе и подтипе соответствия. Разберемся на примере. Перед глазами код 22G1, первая двойка, говорит о том, что длина 20 футов. Вторая о том, что высота 8 футов 6 дюймов, а ширина 8 футов. G1 это контейнер общего назначения с пассивной вентиляцией в верхней части. То есть 22G1 это код самого обычного 20 футового контейнера. Вот она кстати пассивная вентиляция. 45R1 это HighCube Refer длиной 40 футов. О том, что он длиной 40 футов говорит нам 4, 5 говорит о том, что это HighCube стандартной ширины. А R1 означает Refer, который может работать как на обогрев, так и на охлаждение. L5G1 это контейнер длиной 45 футов. О длине нам говорит первый символ, то есть L значит 45 футов. Но остальное нам уже знакомо. Пятерочка это HighCube G1 контейнер с пассивной вентиляцией. Перед вами знакомый нам по предыдущему уроку PalletWide контейнер. Здесь наглядно видно, что второй символ также содержит данные и о ширине контейнера. HighCube PalletWide обозначается буквой ECO. Мы не будем рассматривать с вами все возможные варианты кодировки контейнеров. К данному видео уроку прилагается несколько файлов. В файле под названием ISO TypeCode вы найдете информацию по этому вопросу. Также прилагается файл ISO TypeCode.out с кодировкой старого образца, которая использовалась до 1996 года. На контейнерах вы можете встретить и дополнительные предупреждающие наклейки. Например, на PalletWide контейнере вы найдете предупреждающий стикер с данными о ширине контейнера. Металлическая табличка на двери CSC Label содержит информацию о изготовителе контейнера, о его владельце, грузовые характеристики и данные о максимально допустимой нагрузке. HighCube контейнера помимо желто-черной линии могут иметь также дополнительные наклейки Hate Ocean Marks, на которых указывается высота контейнера. На тяжеловесных контейнерах также можно встретить дополнительную наклейку Super Heavy. Сейчас на экране вы увидите, что на боковой стенке контейнера, помимо наклейки, обозначающей его высоту, Hate Indication Marks, вы найдете IC-код, Intercontainer Code. Его наличие говорит о том, что международное сообщество железнодорожников признало пригодным данный контейнер для перевозки ЖД путями. А цифры означают, какой именно организации был сертифицирован данный контейнер. Подробную информацию по этому вопросу вы найдете в файле приложения под именем IC-код. Мы рассмотрели с вами тему маркировка контейнеров. Теперь вы без труда сможете получить информацию о контейнере, стоящем у вас перед глазами. На этом все. С вами был Валерий Гусев. Спасибо за внимание.